Семинаристы задают удивительные, интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Очень современный вопрос, уже не говоря о печальных случаях, когда сын набрасывается с ножом на отца, даже, по-моему, были смертельные исходы, или на мать, которая отличает компьютер. Не говоря уже об этом, мы знаем о серьезном современном заболевании, вот этой компьютерной зависимости. Уже целые термины появились, есть зависимость алкогольная, наркотическая. Но вот болезнь конца 20-21 века, это компьютерная зависимость. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порог. Порог – это уже практически неизлечимое заболевание. И только уже чудо Божье может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается, что этот молодой человек на небитаемом острове. Кругом только вопрос, как Робинзону Крузо, как себя сохранить, найти пищу, козу найти и расплодить их, какую-то посадить пшеничку. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы происходили катаклизмы, и рушились у нас электростанции, и прекращалось электричество, и компьютеры останавливались. Конечно, это не выход. Мы знаем, что не означает, что нужно убрать все ножи, некоторыми из которых убили человека. Или, скажем, все что угодно может произойти при греховности человеческой. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводят ребенок у компьютера. Может быть, банально, то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредности этого. Также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что, если, скажем, не будет одной зависимости, ведь не все же наркоманы имеют и компьютерную зависимость, и наоборот. Вот, будет другая зависимость. Третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Вот болезненный СПИД, да, это как раз то заболевание, когда человек, лишенный иммунитета, и любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то наиболее, еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго человек может находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти, все остальное, это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Но вот то же последнее, то, о чем я говорил, сегодня развивается это все больше и больше. Мы помним «Синий Кит», так называемые программы или группы смерти через интернет, которые погубили уже сотни детей наших, школьников и вообще по всему миру, это тысячи человек. Недавно прошли аресты некоторых руководителей, участников, организаторов этих групп смерти. Но, насколько я осведомлен, это просто страшная вещь. Сегодня все более усовершенствуются эти страшные программы. Что я имею в виду? Рассказывают о том, что начинают сегодня, подготавливают роботов, которые будут работать независимо совершенно от людей по запущенной программе. Нельзя будет высчитать человека, который работает с этой программой. То есть арестов не будет или будут, может быть, редчайшие. Это могут быть только какие-то материальные потери, когда уничтожат саму программу, скажем, да. Появятся новые роботы. Но что такое робот в сравнении с человеком? Если человек, который ведет молодого человека или какую-то группу смерти, ему тоже хочется спать, ему хочется поесть, он на какое-то время может оставлять в покое людей, не звонить, не давать новые задачи, то здесь как раз робот может это делать сотни, тысячи раз в день. То есть постоянно, как вот сектанты, держать человека в том тонусе, в котором он отключается от общества, отключается от всех своих интересов и входит вот в этот коридор, с которым выйти уже просто не в состоянии. А конец этому у них задача – это смерть, это самоубийство. Поэтому, конечно, компьютер, не просто его зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже, конечно, и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное – какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, а не просто отдельным семьям, но не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Сегодня мы знаем, что, например, в Китае созданы очень серьезные защитные программы, платятся огромные деньги десяткам тысяч людей, специально отобранным, которые противостоят вот этой бомбардировке, так сказать, в сайтах, и закрывают эти сайты бесконечно, ставят всевозможные припоны, разрабатывают новые варианты защиты. Если сегодня мы разрабатываем новые варианты защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия, тем более уж от групп смерти и так далее в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, все-таки беседе с нашими детьми, с нашей молодежью, разговором по душам, серьезному разговору, что означает компьютерная зависимость, что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными. Ну, например, для того, чтобы человек, скажем, пошел на работу с группой смертью, разрабатывается система улавливания молодого человека тем, чем он интересуется в интернете. Если он начинает смотреть картинки убийства животных, кровь, также эти всевозможные игры, так сказать, с потоками крови и многое другое, или, скажем, какие-то вопросы интересоваться самоубийством, все значит, его начинают уже за ним смотреть, его вести и постепенно выводить в эту группу. Более того, создаются детские мультфильмы, после просмотра которых наступает депрессия. Мы помним «Покемоны», да, так сказать, что происходило в Японии после первого показа этих мультфильмов в том варианте, в котором они были созданы. И когда у ребенка наступает депрессия, как раз это самый лучший вариант для приведения его в группу смерти. То есть сегодня это тот же терроризм, равносильный террористам с бомбами, ИГИЛ, равносильный террористам-сектантам, которые гипнотизируют, убивают психику человека и потом отнимают у него и психику, и душу, и имущество. И это равносильно этому всему, и компьютерная зависимость, и, скажем, те программы, которые сегодня есть в сети интернет. Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно, это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству своих близких людей. ИГИЛ, АВТОМОЕ ИГИЛ, АВТОМОЕ Субтитры подогнал «Симон»